Четвертое питание. Это прогнозы от электронной бюджетницы. Я получил на имя городского совета петицию по возврату исторического названия по аспекту Маршала Житова. Сейчас он называется «Проспект имени Петра Григорева». Значит, эта петиция набрала соответствующее количество голосов и она была закрыта для дальнейшего голосования. В дальнейшем начались парковые обсуждения. Этот голос в один из дней свалили под Налком в Бахапно, свалили бюст с жуком, который сейчас восстанавливается. Ну и вот мы на сессии должны сами рассмотреть петицию, которую я ответил, что данный вопрос будет рассмотреть на сессии Тайковского городского совета. Докладывает парковые обсуждения. Докладывает парковые обсуждения. Ваши внимания представлены в решении рассмотрения электронной бюджетницы. Как уже отметил Бенагану, то еще данная бюджетница набрала некоторое количество голосов и предварительно была рассмотрена на заседании законодательной комиссии. На этом заседании были рассмотрены все аспекты переименования аспекта маршала Жукова, а также самую историю существования этого аспекта. И было отмечено, что просмект маршала Жукова носил это имя более 25 лет. Учитывая то, что в соответствии с законом твердой коммунизации, с такими моментами связанными с выдвольняемым заупам, в окном нацепи, в окном нацепи, в окном нацепи, в окном нацепи, имя маршала Жукова не подпадала пока в ней под действием данного закона. Но, тем не менее, распоряжение обеспечивает правительственной областной администрации, где маршала Жукова будет таким переименоваться. И поэтому комиссия приняла решение рекомендаемой транспортировке в сессии правительственного согласия. Надо, что в вашем, уже 23 августа 2020 года, был в нашем городе и, непосредственно, участвовал в освобождении его от властейской карточки. Ну, собственно говоря, проектом решения предлагается поддержать данную петицию, вернуть проспекты Владимир, проспекту нашего жукова, а о правительственной администрации по Шковской для переработки. В каком законе находится цей проект решения? Закон про географичную название? Чи закон о происходе юридичной особи, там, где, так далее, властности именем физических исследований и так далее? Это первое вопрос. Второе вопрос. Чи есть ввода родыны Жукова на такое перераменование? И че можете прямо зараз ей показать? Дякую. Ну, и не доступку. Атмоски Михаила Географича достанет только на сейчас данные согласия. Ну, в принципе, как уже в данном решении, там, что написано, учитывается и закон о географических названиях, и закон о прощении, и закон о присутствии юридическим лицам названия. Географическое название проспекту маршала Жукова. Поэтому то, что вы делаете сейчас, вводите в заблуждение. Значит, еще раз. Спокойно ведем себя в этом зале. Спокойно ведем себя в этом зале. Если вы хотите покричать, пожалуйста, на улицу, там с вас будут сберяться, вы кричите. Значит, пожалуйста, я еще раз объясняю. Все вопросы, связанные с людьми, которые представляют общественность города Харькова, горожане, пожалуйста, спокойно ведем себя. Это сессия Харьковского городского совета. Здесь есть выступающий, одному вашему выступающему в Росохе мы даем слово, и одному народному депутату Украины Мураеву тоже дается слово. Все. По одному человеку. Мы не нарушаем закон, и вы нам не в суде. Поэтому есть еще вопросы? Пожалуйста, человек. Господин Дмитрий Владимирович, скажите, пожалуйста, мне два запитания. Запитание первое. Какие инстинги и какого инстинга поддерживали с Харьковской військовой рацией от профильной державной установки, а также Украинского института национального памяти, с применением депутатного проекта решения? Пожалуйста, объясните эту позицию, которую вам вказали Украинский институт национального памяти, и, если можно, не дайте элементы, почему эта позиция не была вооружена. Это первое вопрос. Второе вопрос. Скажите мне, пожалуйста, какие формы участки общественности у принятия этого решения? А самым, громадские слушания или какие-то другие публичные громадские оформления сделаны с Харьковской військовой радой при подготовке проекта этого решения? Значит так, мы рассматриваем этот вопрос сугубо по-другому зрения, что маршал Победы, Константин Григорьевич Жуков, маршал Победы, я подчеркиваю, возвращение исторического названия и рассматриваем его исключительно как военно-мрачание, которое освобождал и Украину, и Харьков в том числе, и группу от нацистско-фашистских захватчиков. Это первое. То, что касается общественного мнения, вот у нас здесь находится, вот общественное мнение против памятника, вот столько мы получили, а вот общественное мнение, подними, Саша, а вот общественное мнение мы получили за то, чтобы вернуть историческое название в проспекту Маршала Жукова. Поэтому, поэтому я прошу, я прошу вас, спокойно я говорю, спокойно. Вы что до сегодня не видели? А чего у вас глаза на нку? Глаза на нку почему? А чего руки? Офика. Мы договаривались, мы договаривались так, что будет тишина, выступит один от вас те, кто сегодня пришли под стены Таковского городского совета, который против возвращения исторического названия. И еще мы говорим о следующем. Вы будете перенимать, вы поднимите зал. Поэтому, Рассоха, пожалуйста, у вас есть две минуты. Я прошу пять. Нет, пять минут нет, я сделал такого. Мы вам даем две минуты. Пять минут.